тема которую мы сегодня с вами будем обсуждать у нас создание gif анимации соответственно с помощью программы photoshop я сегодня покажу как можно создать какие-нибудь движущиеся элементы photoshop это и как это все происходит конечно же то что мы сегодня посмотрим это только лишь малая часть которая касается анимации и photoshop но хотя бы даже эта малая часть будет уже полезно тем кто занимается вот или кто-то кто хочет сделать просто интересные красивые картиночки какие-нибудь чтобы разместить в соцсетях потому что соцсети сейчас тоже гифки воспринимает я все буду показывать демонстрировать на photoshop и версии 2017 это самый последний photoshop вот но то что я буду показывать при желании вы в принципе можете сделать и версии более ранних то есть это и с 6 и с 5 и даже если вы найдете с 4 вы тоже сможете это сделать мне кажется сложнее найти с 4 и так для анимации для нашей темы я выбрал вот такую вот картиночку я думаю очень подходит под сейчас антураж наш новогодний и я попробую организовать вот на данном фоне элементарный снегопад для этого мне нужна картинка и в общем то больше больше ничего не нужно все остальное мы сделаем по крайней мере я сделаю самостоятельно вот и покажу как это на будет для того чтобы нам что-либо делать анимировать нам нужно сначала приобрести то приобрести снег чтобы у нас был снег я буду работать с отдельными слоями которые будут выполнять роль снега конечно же да то есть создаю новый чистый слой назову так снег и нарисую снег кисточкой возьму кисточку и я думаю что из стандартных кистей нам что-нибудь точно подойдет бабочки например да будут снежные бабочки конечно мне есть снежинки они тоже красивые но я думаю что издалека вот данный образ будет не совсем актуален что навряд ли мы увидим такие кристаллы вот и я сейчас возьму тогда что-нибудь попроще вот такая вот будет у меня хлопушечка думаю подойдет мне потребуются и настройки заходим в настройки кисти и организован первое да мы будем хлопушки они у нас разбросаны они у нас возможно разного размера поворота и так далее да то есть основные такие критерии этого поставлю динамику динамику в размере динамику в повороте и конечно же разброс все у меня уже разлетелось принципе я уже могу если что нарисовать какую-нибудь тучку вот она это слишком слишком уж активное падение снега поэтому я немножечко его прорежу то есть продолжим настройки и сделаю разрядочку вот такого поменьше вроде бы диаметр кисти вот скромней чтобы не занесло совсем снегом все еще разрядочку ну вот этого достаточно теперь мне нужно правильно нарисовать снег да дело в том что сейчас как бы мне не обойдусь если у меня будет просто снег дайте вот так я сейчас нарисую пока естественно чем активнее тем больше здесь еще несколько сниженочек сделаю этого у меня будет недостаточно пока это статично все так как я планирую из этого сделать анимацию мне понадобится больше пространство снег должен падать и очень странно если он так раз и аккуратно у меня кончился поэтому я аккуратно его сдвину ниже и дорисую еще чтобы меня по крайней мере было место для работы и дорисовываю дальше вот он теперь я вижу что у меня снега достаточно и он может идти некоторое время я думаю вот этого фрагмента будет вполне достаточно чтобы показать его падение поставлю следующее одного снега будет недостаточно ведь получается тогда что если я пройду этот участок снега да падающий снега позади уже ничего не остается это будет нехорошо поэтому мне нужно добавить бэкграунд чтобы на нем что-то происходило в данном случае мне понадобится копии этого снега я сделаю копию это бэкграунд или задняя часть снег позади снег позади вот он он пока сейчас точно такой же но на мой взгляд самый простой способ изменить снег который у нас находился позади это элементарно его отзеркалить потому что у меня здесь абсолютный хаос и зеркальность даст абсолютно незаметные изменения то есть я не увижу никаких повторений ничего то есть это трансформация зеркальное отображение по горизонтали и зеркальное отображение по вертикали я думаю этого хватит чтобы уже видеть что снег совершенно но это вот тоже мне мало я хочу улучшить это отображение ведь сейчас если я вижу эти два слоя я могу сказать что пока они ничем не отличаются как передние от заднего плана чтобы задний план выделялся что с ним должно произойти как правило с ним должно произойти некое размытие да то есть если мы будем с вами то же самое фотографии глубина у нас идет за счет размытия задних объектов и в данном случае снег позади я немножечко небольшой галуз причем можно поступить каким образом чтобы получить большую глубину я могу добавить что снег не просто позади а снег позади там вторая и заблюрить еще больше чтобы получился двухуровневое смешение то есть получается у меня будет снег идти в несколько доходов будет уже интересно ну пока сделаю сделаю да в несколько пусть будет так первый блер будет у меня допустим в один пиксель я думаю достаточно в один а второй блер я сейчас сделаю копию этого слоя снег позади снова копирую называю что это снег позади два если вы хотите сделать так чтобы это было вообще полностью все по разному тогда надо просто каждый слой прорисовать по отдельности то есть кисточку сделали и вперед каждый слой отдельно прорисовали я сейчас этого не делаю чтобы делать все побыстрее так снег позади два делаю трансформацию и просто зеркально по вертикали уже будет другая ситуация и заблюлю еще разочек повторю операцию блюра еще плюс один пиксель размытия он еще больше размыт давайте так выключу пока вот у меня раз видно можно еще раз умирать еще еще разочек настойчиво так все это совсем задний фон это уже там вдали что-то происходит даже можно отмасштабировать при желании ну как бы это тогда надо было просто отдельно прорисовывать чтобы вдали снег получился еще мельче у меня сейчас для масштаба места нет хотя в принципе давайте сделаем можно сделать у меня же длина осталась высота так верну я его трансформирую и горизонтально расположу потому что задний план падает падение его должно быть не сильное просто немножечко вот зато теперь я могу отмасштабировать картинка позволяет и он будет еще поменьше тогда будет совсем интересно и так у меня теперь много снега ура требуется настройка сейчас весь снег каждый из этих слоев находится в первоначальной стадии да то есть первоначальная стадия падения то есть когда я вижу что снег находится внизу да полностью мы видим каждый из этих слоев находится нижней кромкой внизу документа вижу то же самое и здесь такая вот ситуация теперь я готов это все анимировать подготовку сделать да в принципе она и так смотрится можно сказать не так хорошо можно даже анимацию но добавим живости всей этой картиночке открываю отдельную панель она называется timeline timeline панелька появилась по-моему где-то версии CS или до CS как раз потому что раньше это была отдельная программа может быть кто еще помнит после чего ее внедрили непосредственно сам Photoshop это стало теперь не отдельной программой а отдельной панелью на этой панели есть два типа анимации создания анимации это видео timeline и frame animation в данном случае у нас идет анимация по кадровой frame animation то что я выбираю нажимаем создать появляется первый кадр замечательный кадр на котором пока все статично дальнейшее действие это то что мне необходимо настроить настройки бывают разные я могу проработать сейчас каждый кадр по отдельности сказать что на кадре происходит какое-то действие и все такое но в некоторых случаях мне так кажется это будет муторно и скучно если я буду на каждом кадре сдвигать снежочек и говорить что он здесь вот так располагается я сделаю несколько иначе я создам еще один кадр на панели timeline есть чистый листочек как всегда возле мусорки второй кадр на втором кадре я должен указать конечный результат а конечный результат это первый снег у меня смещается целиком полностью он падает активно он падает передо мной я его вижу как он падает на втором кадре снег падает менее активно то есть я указываю что падение будет такое чуть-чуть медленнее его скорость меньше а на третьем кадре естественно там снег вообще падает совсем чуть-чуть поэтому сдвинул и больше не надо то есть вот получается первый кадр последний кадр движение есть и между ними нужно как-то указать что промежуток между первым кадром и вторым кадром имеет сдвиг определенный сдвиг я указываю эти два кадра и есть отдельная позиция опять же твинс она называется твинс то есть это буквально добавление кадров между первым и вторым то есть с расчетом что должно происходить нажимая у меня появляется значение которое я хочу дальше изменить что я здесь должен указать ну в первую очередь я указываю что действие происходит согласно выделенных кадров я хочу указать сколько мне интересно кадров непосредственно между ними добавлю давайте там штучку 18 я думаю нам этого хватит чтобы 18 кадров вот естественно участвуют все слои действие да то есть меня интересует участие всех слоев если бы я хотел анимировать только один из слоев мало ли у меня какие то уже есть операции тогда бы я показал конкретно да выделенные слои вот вот плюс параметры мы должны обратить внимание что согласно данных согласно параметров мы можем изменять не только позиционирование наших слоев как я это сейчас сделал но помимо этого еще участвовать в действии может позиция opacity это у нас прозрачность можно сказать так прямой перевод непрозрачность и плюс эффекты эффекты слоев то есть я могу добавлять эффект там нажатия кнопки свечи какого нибудь сияния и прочее хотя вот кстати по поводу сияния можно и организовать да давайте я еще сделаю одну вещь сделаю отменю пока действия разделим так кадр второй я проработал пусть будет второй кадр вот а добавлю еще один слой и пусть будет у меня сияние луны и пусть будет у меня сияние луны добавлю еще один слой слой есть на этом слое я добавлю я добавлю оттуда возьму цвет и так такой крут крутоватенький залью вот и добавлю этой луне эффект сейчас луна у меня есть на первом и на последнем но она автоматически добавилась естественно по всем слоям от этого никуда не уйдешь добавлю эффект что луна у меня неким образом светится то есть это достаточно поставить outer glow внешние свечения оставлю поярче поярче побольше вот она желтоватый активночек и внутренние свечения добавлю чтобы тоже играла немножечко внутренние свечения как-то перебор от центра небольшого размера вот и потом буду менять больше чтобы она тоже поигралась это слишком пожелтей чтобы достаточно и так эффект есть здесь тоже есть и на втором слое я этот эффект тоже изменю в принципе она мне получится что она будет изменена да то есть в одну сторону вторая сторона или возвращение обратно конечно это надо настроить игру тогда это несколько кадров придется сделать вот может быть вернуться к первому кадру сделать копию первого и потом также произвести добавление кадров в принципе можно и так сделать то есть я делаю копию первого кадра вот у меня первый кадр второй кадр третий кадр копию я сделал с помощью зажатого все просто и получится что луна у меня будет чуть изменится в яркости а потом снова вернется в первоначальное состояние будет такой эффект мигания лампы плавного такого вот и снежочек значит во втором кадре должно быть ключевой момент изменения у нас уже ключевой момент изменения и снега да положение снега и непосредственно изменения положения луны то есть ее свечение я поменяю свечение скажу что внутреннее свечение поменялось поярче стало ну а внешнее свечение стало поменьше ну так окей в итоге здесь снова то же самое да вот у меня результат свет и обратно все есть итак три кадра тогда я между этих кадров добавлю как раз ну поменьше получается организовываю переход между первым и вторым кадром но поменьше навряд ли 15 кадров поставлю то есть нажимаю ставлю 15 кадров меня интересуют и позиции и прозрачности и эффекты естественно окей появляется 15 кадров готово плюс еще да вот они все кадры зафиксированы вот между 17 и 18 это следующие кадры да я добавлю еще 15 чтобы получилась обратное действие потом снова будет нарастание то есть у меня будет да сюда и снова произвожу разделение 15 кадров все кадров получилось много каждый из них имеет разные значения это уже хорошо посмотрим мы можем обратить внимание что ниже у нас указаны секунды секунды это смена кадров как часто она производится да все зависит от желания все что вы делаете потому что сейчас я пытаюсь нарисовать ну что-то типа анимации такой микро видео да и там можно настраивать частоту кадров пореже да если бы я делал какой-нибудь интернет баннер на котором появляются какие-то элементы да и вот скидки 50 процентов еще что-то ну как вот в этом году нас обманывали всякие компании вот мы можем как раз сделать чтобы время было несколько дольше держалось да то есть я оставлю что 50 процентов скидка появилось вот она держится там 30 секунд а потом к ней еще что-то добавляется да еще картиночка вот такого плана вот я сейчас так как я хочу всем всем кадром назначить одно и то же время мне же не нужна задержка что снег на несколько секунд задерживается да стоп минут вот я выделю все эти кадры ну первый shift последний кадр и назначу для них одинаковое время развернув любое из них можно выбрать время сколько мне необходимо допустим 0,1 секунда этого вполне достаточно чтобы происходила достаточно быстрая смена все теперь по идее можно все проверить как это работает насколько это будет выглядеть у нас есть кнопочка play проверить нажимаем play и снег пошел вижу луна меняется снег идет да сегодня с утра в Москве примерно то же самое вот но смотрите конечно снег когда-то кончается но обычно когда он кончается он уже больше не идет да не застывает поэтому мне было бы неплохо показать что снег все-таки идет пока постоянно да то есть конечно я могу указать что он потом постепенно да но я хочу чтобы снег шел постоянно поэтому у нас в нижней части экрана слева есть указание сколько раз будет проигрываться это эти кадры у нас написано once один раз да я разворачиваю списочек он говорит 3 минуты other да то есть я могу указать что это работает в течение 10 минут он останавливается да или в конце концов это forever да и это действие происходит всегда зациклено то есть в конце концов я нажимаю play и вижу что теперь снег идет постоянно ну мне так кажется на мой взгляд я переборщил с передним снегом можно сделать было больше времени на кадров чем больше кадров как говорится да тем медленнее снег падает да то есть сейчас у меня конечно он падает очень активно вот ну в принципе как сегодня с утра вот но можно было сделать его менее активным тогда надо указать большее количество кадров которые я хочу либо либо второй вариант я могу ограничиться в количестве времени то есть сколько я уделяю времени на кадр тогда получится снег конечно ступенчато падает да буквально с раздумьем таким о 0 2 это такое же ощущение потому что они все вниз падают вот давайте один попробуем отключить свой снег позади два да проведим его немножечко вот и потом включить да но на одном кадре сейчас отключился хотя нет нормально вверх вверх пошел да нет нет здесь мне кажется просто как себя настроить потому что это вот знаете может видели картинку где там девушка вращается и как вы видите куда вращается Ну, чтобы не было цикличности, нужно тогда сделать бесшовность, то есть начало и конец, чтобы были зафиксированы, потому что, по крайней мере, со снегом мы не можем сказать, что кадр должен вернуться обратно, то есть тогда бы снег у нас то взлетал, то падал. Это хорошо, когда у нас там какие-то элементы, которые могут себе позволить, то есть там реклама, одно уехало, другое появилось, действие, поворот в одну сторону, поворот в другую, такое качение. Здесь я качение позволить себе не могу, тогда мне надо просто указывать большее значение, но это все-таки не падает никуда-сюда, потому что если я сейчас даже бесшовность делаю для данного снега, вы не увидите ни начала, ни конца, даже если ее представить. Ну, главное, эффект у нас работает, да, у нас Луна светится, то есть мы можем что-то еще дополнять, чтобы дорожка стала более освещенная, то есть дымок, да, двигался. По поводу двигаться дымок, конечно, можно попробовать организовать, но тут требуется определенное время и действие, да, потому что это мы можем сделать эффект движения дымка за счет его формы, то есть тогда нам потребуется несколько форм дыма и их смена, то, что он изменяется, да. Я сейчас покажу, как это можно сделать, но только на другом примере сейчас вот это не буду, почему-то смешно можно было посмотреть. Вот, второе, эффект дыма можно сделать за счет изменения содержимого дыма, то есть если добавить туда текстуру плывящуюся какой-нибудь, да, и сдвигать в эффектах текстуру, тогда будет ощущение, что дым движется. Хотя форма его меняться не будет, то есть на форму мы не влияем, но можно менять эффект его плыва. В принципе, это можно сделать и за счет просто вот эффекта, то есть когда мы задаем форму, а потом мы видим, что в этой форме есть дым, ну, как вариант. То есть это будет примерно вот таким образом. Я создам новый документ, сделаю из ничего буквально дым, чтобы было понятно. Добавлю новый слой и добавлю к нему дым. Стандартная операция, какая-нибудь типа рендер-класс. Вот, дым можно уже манипулировать. Я этот дым положу в узор, чтобы его потом использовать в качестве, в качестве непосредственно нужной мне текстуры для вот этого эффекта подъема дыма. Вот, то есть добавляю текстуру. По сути, он мне не нужен, а мне необходим, вот, я нарисую как бы дым. Как бы дым такой дым. Ну, здесь такое, представим трубу, да, я уже дорисовывать не буду. Вот, я создам корректирующий слой, мне не важно какой. Любого цвета, любого значения, это вообще никак не играет роли, потому что, по сути, меня он не интересует как заливкой, я ее сразу выберу. Меня он интересует в качестве эффекта, потому что мы говорим, именно анимация эффекта, она позволительная, да, поэтому, применив эффект, например, паттерн оверлей, паттерн оверлей, я могу выбрать непосредственно дым. Вот он. Естественно, черноты быть не должно, должен быть просто дым, правильно? Он двигается, все как положено. Тебе уже долго. Вот. Естественно, я его могу анимирует, да, как-нибудь. А чтобы черноты не было и вот этих, ну, как-то некрасиво, да, вот это просто. Я скажу, что режим наложения у него будет, ну, как, ну, скрин, экран. Черный пропадет, в принципе, ну, растушевочку тогда было бы неплохо сделать, чтобы мягкости какие-то были. Потому что все-таки белый здесь ограничивается очень ярко выраженно. Должен все-таки быть помягче в этом плане. В принципе, можно попробовать и для самого режима, если поменять режим наложения. скрин, но я думаю, это никак не повлияет сейчас у него. Да, он здесь ни при чем. Здесь надо просто растушевать. Идем. Вот так побольше растушевочку. Не помещаются окна. Итак, эффект, который, в принципе, работает. Растворяется. Если что, там с прозрачностью поиграть. То есть на маске можно, в принципе, дальше сделать все, что угодно. Чтобы он постепенно пропадал, да. Я так сделал, в принципе, уже достаточно много. То есть я могу, давайте так сделаем, что маска у меня будет по луже, здесь он пошире. То есть он будет у меня развиваться. И постепенно пропадет. Ну, если пропасть, вот здесь кисточкой, там, подмазать или грейденьки построить. Ну, это уже не очень. Все. Получается, отключаю временной таймлайн, да. Время. Первый кадр есть. Добавляю второй кадр. Второй кадр, на котором будет у меня присутствовать тот же самый эффект. Но в этом эффекте, по идее, дым должен быть смещен. Получается, окей. Снимается. А если я сделаю так же дым, те же самые 15 кадров, окей. Получится, что дым пошел. Сделаю зацикливание. Горим, горим. Нет, это я просто отдельно сделал. Эти все операции надо было сделать там. Это надо было сделать заранее. Все на месте. Потому что сейчас кадры, они не совмещены. Кадры формируются из-за чего? Из слоев, правильно? Тогда мне получится, нужно перетаскивать сначала слой, делать там. А потом задавать ему анимацию каждого кадра. Раз у меня уже кадры все эти есть. Чтобы таких не было, вот этих непоняток, нужно, конечно, сразу документ продумать. Что будет шевелиться. А потом уже шевелить. Потому что сейчас вы нашевелили, там уже получилось что-то. Тут придумали еще что-то. А тут все. Придумали. Ну, по крайней мере, для дыма, как вариант с текстурой, можно свободно продумать. То есть, это надо было просто выделить дым, сделать растушевочку и понеслась. В общем, даже шло шовности практически незаметно. Так какой-то проскакивает там элемент. Но это уже такое. Если я буду ставить как гифку, он ее будет рассматривать, не будет ее добавлять так, по-моему. То есть, это уже немножечко другая тематика. Это уже будет временная линия, а не покадровая. В принципе, можно попробовать... Так, давайте мы поймаем. Здесь количество кадров просто другое. Фотошопом можно открыть гифку, чтобы он увидел покадрово. Он это делает. Но вот, чтобы добавлять гифку, он, скорее всего, добавит ее просто как слой. И больше ничего делать с ней не будет. То есть, если я сейчас... Да, да. То есть, если он ее как умный слой даже сделает. Не просто. А так, если я потащу, то это же кадры отдельно лежат. Это отдельная система. И получается, что он их не увидит. То есть, наличие кадров вот здесь не интересует. А здесь он может появиться просто как слой, такой гифка, как просто картинка. Без поддержки они уйдутся. Поэтому лучше заранее подумать. И дальше тогда будет красота. Если мы говорим о деформации, тогда тут сложнее. Потому что раз деформация, мы же говорим, что слои в кадрах поддерживают, что это прозрачность, это эффекты и изменение местоположения. А деформация, это уже получается отдельная структура, которая в гифке не запоминается. А если не запоминается, то придется произвести, скажем так, деление каждой формы отдельным слоем. Это будет выглядеть примерно вот таким образом. Давайте покажу на одном из замечательных подопытных, с которыми мне приходится сталкиваться на занятиях. Нам приходится сталкиваться в семьях занятиях. Это вот такой вот замечательный товарищ. Я хочу заставить его лететь. Активно лететь. Сейчас сразу говорю, в силах экономии времени он может лететь у меня как и воробей. То есть очень быстро. Но главное понять суть. Потому что чем больше кадров вы нарисуете самостоятельно, тем лучше. Во-первых, он нужен мне обязательно без фона. Фон здесь ни при чем, поэтому мне придется от фона избавиться. Как бы там это не грустно выглядело, но фон придется удалить. В общем-то я это и сделаю. Выделил фон, удалил. Теперь товарищ есть отдельно. Это его обыкновенное положение. Мне нужно сейчас придумать его другие положения. Допустим, положение какие? Опущенные крылья и еще приподнятые крылья. То есть это такие базовые положения. Все-таки он должен махать им. Поэтому я обозначу это нормальное положение, чтобы дальше идти на ориентир какой-то. Потому что если вы слои не называете, будет вообще непонятно что-то. Помечу, что это его нормальное положение. Дальше будем издеваться. Я его копирую несколько раз и, допустим, я сделаю как? Три положения вверх, три положения вниз. То есть вот будет такой вот у него взмах крылья. То есть идет положение плюс один, плюс два, плюс три. Это вверх. И от нормального еще раз копирую их. Размещу под нормальным. Ну, чтобы было удобнее по иерархии ориентироваться. Я назову минус один, минус два, минус три. Все. Вот теперь я вижу его положение и отклонения. Дальше мне нужно эти отклонения все проработать. Если очень хочется что-то сделать, придется действительно сидеть. Ну, здесь никак ничего не поделаешь. Значит, основные виды деформации, которые я буду делать, я воспользуюсь новыми возможностями Photoshop. Ну, как новые. Относительно новые, конечно. Они появились в версии CS6 и дальше существуют на всех остальных. Папет ворк. Моя неточная трансформация, с помощью которой можно многие вещи сделать в отношении к объектам. Итак, у меня выделен минус третий. Минус три – это опускать вниз. Поэтому я зафиксирую голову, шею. Различные, скажем так, лапки зафиксированы. Непосредственно угловые элементы. Так, тебя здесь тоже зафиксируем. Так, давайте попу, хвост организуем, чтобы как-то, да, ну, можно еще плечи. Все зависит от того, что вы хотите еще ему двигать. Потому что сейчас он будет двигать, и головой двигать может, да. Вот, он может двигать крыльями, в зависимости от желания. Я опущу крылья немножечко. Вот так. То есть это будет положение 3, да, у меня будет. Оставляю, давайте хвостик приподнимем. Прилетит такой звук есть. Ручку можно сделать. Вот он. И здесь у меня будет крыльяшка опущена. Летит. Старается. Все, подтверждаю первую трансформацию. Вот оно положение. Немножечко исказил. Ладно. Вторая – это будет что-то между, даже не что-то между, да. А у меня еще и первая есть. То есть буквально еще здесь два элемента поместились, да. Поэтому включаю снова Папик Варп. Папик Варп. Папик Варп. Снова зафиксируем у положения. Одно, второе, третье. Хвостики. Хвостик чуть поднимем. Ну, чуть-чуть. Здесь был. Голова. И поднимем. Крывушки. Допустим. Сюда будет. Эта крылышка у нас уже. Я давайте вот эту удалю. Попробую отпустить просто крылышку. Есть его. Прекрасно. Вот так. Вот. Обычно. Есть. Это вторая стадия, да. Получается. Переходим к третьей. Снова Папик Варп. Раз, два, три. Корпус. Попа. Хвостик. Хвостик можно. На первой стадии слишком быстро задрал. Да. Чуть-чуть приподниму. И просто бьется. Так вот, да. Голова. Немножечко приподнято. Это у нас наполовину. Вот вижу, да. Пошло. И здесь крылышка. Опускаем. О. Вижу. Вот оно. Пошло вниз. Все. Движение есть. Лапку. Вот так. Взбинем. Прекрасно. Готов. Теперь от нормального вверх. Машем вверх. Постепенно. То есть, мне нужно будет ему задрать. Да. Это все. Попик вверх. Продолжаем. Продолжаем. Ломать ему крылья. Здесь. 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 Чуть вверх. Здесь. Чуть вверх. Готов. Два. Чуть вверх. И последний взмах, трансформируем, лопатки зафиксируем, хвостик подрыгиваем, приподнимаем совсем высоко и здесь совсем высоко. Все, по сути все положения зафиксированы, меня интересуют только нормальные его положения, остальные мы пойдем уже настраивать в зависимости от дальнейшего полета. Создаю покадровую анимацию и здесь уже будут сложности. Сложности заключаются в том, что я должен теперь продумать процесс маха крыльев и от базовой менять его значение. То есть, допустим, сначала от нормального вверх, потом вниз. То есть, это идет возвратное положение в обратном направлении. Конечно, можно различными манипуляциями копирования и, допустим, зеркального отображения кадров. То есть, по сути, получается у нас три кадра вверх идут. То есть, я добавляю сразу второй, третий, четвертый кадр. Это вверх, мах, вверх. То есть, получается, здесь у меня будет активирован слой 1. В третьем кадре активирован слой плюс 2. И в четвертом кадре активирован слой 3. То есть, по сути, я вижу раз, два, три, четыре. Взмах пошел. Теперь обратное направление. До нормального. Соответственно, у меня, получается, вот они три слоя, которые я скопирую. И зеркально отображу. У нас есть reverse frames. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дошли до нормального. После нормального идем вниз. Создаю следующие кадры. Еще три. Которые должны отвечать за минус один, минус два, минус три. Соответственно, раз, два, три. И говорю, минус, минус один, минус два, минус три. Мах пошел. Раз, два, три. Обратно пошел. И надо вернуть обратно уже. Вверх до нормального. А точнее, не до нормального. Ведь у меня начинается с нормального. Правильно? Значит, вернуться до минус первого включительно. Меня интересует теперь кадр девятый, кадр восьмой и седьмой. Седьмой даже не интересует. Восьмой, девятый. Два кадра. Делаю копию и зеркальное отображение. Реверс. Вот оно. Получается, вот он взмах потом ушел вверх. Единица. А дальше нормальный. Зациклил. Двенадцать кадров. Пусть 0,2 секунды. Пусть не так быстро машет. Начнется у него. Естественно ставлю, чтобы он летел долго. Другую дорогу. Другую дорогу. И. Ретит. Дорогу. Все. На стол. На стол. На динамиде. Звrozочи. erk juste. Дора. Дороге. Типа. Типа. Дорога. Хорошо. Дорога. Олимп 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 sets. Продолжение следует...